Я хочу поздравить свою команду с победой, с тяжелой победой всех ребят, тренерских штабов, болельщиков, руководства. Игра была непростая для нас, особенно первая половина, в которой была плохая защита, было много нервов, все это выливалось в незабитые очки, легкие пропущенные, где Запорожье не прикладывало особых усилий, один в один просто обыгрывали нас, это заканчивалось разговорами, нервами и в частности минус 9. Но после второй половины сделали выводы, собрались, начали играть по мужской защите, отдавались и довели дело до победы. Еще раз всех с победой поздравляю. Два техничных фолда в большей половине, про счет свечи? Я сказал, это была неуверенная наша игра, как в защите, так и в нападении. Это все переходило на разговоры и мы закончили с двумя техническими. Да, я так и знал, что такая сложная игра будет, да, и соглашусь с Лукашевым, да, мы слишком много нервничали, да, игроки, даже я тоже нервничал, много не нужно, да, иногда там, может быть, это передавалось игрокам, но был перерыв в чемпионате, да, и могу сказать, что у нас были какие-то проблемы с травмами игроками, которые в сборной, но это ни коем случае не горет какой-то там, что потому мы не были готовы играть. Но первую половину, конечно, мы провалили, особенно в защите, мы не выполнили ничего, то, что мы готовили, и, как говорят много тренеров, я согласен этим, что защита все-таки больше 50% это характер, и потом уже, как бы, навыки игрока, и мы не показали характера, да. В втором перерыве это все поменялось, у нас в первом половине немножко сделало нам сюрприз, да, или как нас немножко удивило, да, или потому что Запорожье играл все время смену, да, и мы не были этому до готовы. В втором половине мы сделали коррекции, уже сыграли по умнее нападение, и в защите уже показали мужской характер, и то, как мы хотели играть в защите, и нашлись лидеры, игроки, которые и отыграли защиту, и нападение, и выиграли Запорожье, потому что нелегкие игры, как вы уже сказали, и команда Запорожье мне очень понравилась сегодня, было хорошо подготовлено, да, и с азартом, они всегда играют дома с азартом, да, мы тут никому не легко не выиграть, да, так что мы рады, да, я как тренер рад за вторую половину, да, не могу сказать, что за первую я рад, за вторую половину я рад, и думаю, что нам надо много еще поработать, и команда быть намного сплоченнее, чтобы мы играли лучше все 40 минут, не 20. Ну, в первую очередь хочу поблагодарить всех болельщиков, которые пришли на игру, поддержка была сумасшедшая, и на протяжении трех четвертей это нам помогало, нас хватило, можно так сказать, на три четверти, но потом мы много сделали ошибок в защите, проиграли подбор, не разобрались в простейших взаимодействиях защите, и это повлекло за собой легкие трехочковые и легкие очки с под кольца, и еще мы позволили им очень много совершить быстрых отрывов из-за нашего глупого нападения. Ну вот, собственно, и все. Будем работать и настраиваться на следующие игры. Ну, начну с того, что играли мы по большому счету три четверти. Дальше было безобразие. Ну, во-первых, мы перестали справляться один в один. Система защиты, которую мы сейчас играем, предусматривает абсолютную отдачу при защите один в один. Как только мы перестали это делать, сразу начали получать по пять, шею, семь атак подряд. А когда команда в четвертой четверти пропускает пять раз подряд, шансов никаких у нее нет. Это первое. Второе. Мы абсолютно не справились в четвертой четверти с Майерсом. То есть он был не виден до четвертой четверти, но когда надо было взять на себя, мы ни разу против него без фола не отзащищались. Ни одного раза. То есть вот показатель опытного игрока, который не показывал трибуном, какой он классный, он просто вышел и сделал результат. Поэтому считаю, что очень профессиональное отношение к делу. Хочу сказать, что не проиграли подборы, в силовой борьбе сегодня практически не проиграли. Но проиграли в умном нападении. То есть по большому счету четвертая четверть, третья четверть потеряли преимущество в девять очков на неправильных разминах. Три трехи получили почти подряд. И два раза два плюс один. Это раз. А в четвертой четверти каждый наш бросок заканчивался в начале, быстрым отрывом. И сразу с абсолютно равного счета стало минус восемь, минус шесть. И опять же, пока мы защищались, еще шансы были. Когда мы неумно бросали, сразу все в ответку летело. Ну и плюс опять процент штрафных и процент с игры не попали сегодня ни Мироненко Андрей, ни его сменщик Илья Немцу. Володя не попал в игру. Не так, как выглядел на тренировках, выглядел Макс Англ, к сожалению. Я очень рассчитывал, что он ярче будет выглядеть на этом фоне. Но при этом по самоотдаче у меня претензий нет. Ребята старались. К сожалению, в команде соперника нашлись более опытные люди, которые в нужный момент взяли на себя и решили. При этом по-прежнему сейчас опять было общение. Столвард играет с травмой. И ему тяжело играть. Я не знаю, дополнительно может ее обследовать будем. Он уже боится наступать на эту ногу. И говорит, что вот его неполная отдача. И может быть какие-то проблемы в защите, связанные именно с ногой. И он не может играть в полную силу. Но будем надеяться, что доктора с этим справятся. Тем более, что времени на раскачке у нас нет. Буквально через день мы уже выезжаем на Киев. Первое число играть. И будем стараться справить те ошибки, которые у нас были. Спасибо залу за понимание, за поддержку. Я очень рассчитываю, что мы все-таки будем двигаться вперед. У нас другого просто шанса нет. Обидно, что эту игру можно было реально зацепить. К сожалению, этого не получилось. Прометей с победой. Работаем дальше.